Здравствуйте, уважаемые соотечники! Я начинаю свой прямой эфир. Он сегодня будет посвящен митингу 23 июня, который мы организуем по всему Казахстану. Когда я говорю «мы», это и речь идет о демократическом выборе Казахстана. Будет у нас митинг, я тему уже сказал, посвящен бесплатному образованию, бесплатному среднеспециальному и высшему образованию. Также мы собираемся поднять ряд важных тем, которые я хотел бы сегодня озвучить. Я сейчас буду озвучивать какие-то статистические данные, и мои критики могут зайти в государственный бюджет страны, получить информацию просто загуглив и попытаться самостоятельно провести расчеты, ориентируясь на официальные данные государственного бюджета Республик Казахстан. Соответственно, представители правительства тоже попытаются, наверное, каким-то образом критически осмыслить мои высказывания. Но я убежден, что в правительстве не найдется ни одного человека, ни министра, ни премьер-министра, вообще никого, которые могли бы оспорить сегодняшние мои заявления о возможности внедрения вот тех правил, о которых я буду говорить. Итак, сейчас я буду озвучивать пакет социальных мер, которые государство должно немедленно внедрить именно не только в этом году, а не позже сентября 2018 года. И средства на этой цели есть. Как вы знаете, бюджет страны верстался из расчета цен на нефть 45 долларов за баррель. Хотя по прошлому году цена на нефть возникла, в среднем сформировалась 53 доллара за баррель. Это марка не Brent даже, а Urals, а Brent даже выше. Поэтому минимальная средняя цена за прошлый год была 53 доллара. А в прошлом году, в 2017 год, бюджет верстался из расчета 41.2 доллара за баррель. То есть, как вы видите, уже по итогам прошлого года в бюджете страны сформировались излишки. Излишки между той ценой, которую закладывал бюджет 41.2, а в реальности получилась средняя 53 доллара. И вот если говорить об этих излишках бюджета, правительство еще не сделало никакого отчета, не заявило, куда они дели эти деньги. Это первое. Второе. На этот год, где-то несколько месяцев назад, пару месяцев назад, правительство скорректировало бюджет. Они теперь считают, что цена на нефть не 45 долларов за баррель, а 55. Но все данные показывают, что цена на нефть в этом году будет не менее 70 долларов за баррель, в реальности будет еще выше. Таким образом, получается, что минимум 15 долларов за баррель это избыток денежных средств, которые поступят в бюджет и уже поступают. Кто-то, наверное, слушает мою речь и никак не может понять, баррель, цена на нефть и так далее, как это связано с темой нашего митинга. Объясняю очень просто. Каждое увеличение стоимости нефти на мировых рынках дает нам существенное увеличение доходов бюджета страны, во-первых. Во-вторых, эти деньги вливаются в экономику не только через бюджет, но и, собственно, через заработные платы и оживление рабочих мест. Соответственно, это все приводит к тому, что рост налоговых поступлений происходит в бюджет страны. И это напрямую отражается на жизни всех граждан страны. Должно отрождаться, так скажу я, да? Но, на самом деле, многие из вас скажут, что вот цена на нефть, когда растет, вы это ощущаете только с точки зрения ухудшения вашей жизни, а именно происходит обычно рост цен на бензин. Вот сейчас очень много публикаций о том, что ожидается рост цен на бензин, а в России уже произошло увеличение стоимости бензина. И, безусловно, это у нас произойдет и в Казахстане. Но я сейчас хочу повысить вашу грамотность и объяснить, что мы существенным образом можем улучшить жизнь всей страны. И как этого добиться, я сейчас тоже объясню. Дело в том, что только дополнительная сумма поступления в бюджет, я подчеркиваю, дополнительная, только по пошлинам за экспорт нефти в этом году составит сумму минимум 3 миллиарда долларов. Не те запланированные, а сверх запланированных средств от пошлин на экспорт нефти. Притом, в этом году правительство объявило, что экспорт нефти составит 87 миллионов тонн. Относительно прошлого года было 86. Я хочу сказать, что в реальности правительство прекрасно знает, что экспорт нефти ожидается, общее производство нефти ожидается порядка 90 миллионов тонн. Поэтому та сумма, о которой я говорю, 3 миллиарда долларов экспортная пошлина, дополнительная, это минимальная сумма и в реальности сумма значительно больше. Второе. В связи с тем, что происходит резкое увеличение стоимости нефти, соответственно, с компаниями, которые осуществляют добычу и переработку нефти, государством подписан контракт, контракт на недропользование. Так вот, формула у этих контрактов таким образом устроена, что чем больше происходит рост цен нефти, тем больше происходит изъятие в пользу государства доходов с этих компаний. Поэтому сумма дополнительных доходов относительно прошлого года будет минимум в несколько раз выше, чем те самые 3 миллиарда долларов. Вдумайтесь, в несколько раз. Исходя из этого, я хочу озвучить следующее, что мы с вами можем делить деньги в размере минимум 10 миллиардов долларов. Для многих эта сумма звучит как гигантская, непонятная, но я вам скажу относительно бюджета страны, чтобы было понятно. Так вот, республиканский бюджет приблизительно около 30 миллиардов долларов, ну, зависимости от курса тенье. То есть, реально произойдет 30% увеличение доходов бюджета страны. Вот, поэтому давайте так говорить. Я оперирую в долларах, это очень легко, удобно, чем в триллионы говорить, в долларах проще. Так вот, я что предлагаю? Предлагаю всей страной сесть и определить, куда мы потратим эти 10 миллиардов долларов. Если правительство будет заявлять, что этих денег нет, то я вам покажу, где эти деньги находятся. Это тема моего отдельного выступления. Очень многие критики говорят, вот вы предлагаете там разные популистские программы, но при этом, где возьмете деньги? Деньги я вам сейчас показываю, минимум 3 миллиарда долларов, дополнительный доход от экспортной пошли на нефть. А когда мы будем обсуждать следующие программы, я, соответственно, покажу, где еще деньги взять. И каждый раз, когда я буду предлагать тельные реформы, я буду показывать деньги, где их взять. Их денег много. Ну и прежде чем я приступлю к деталям, я хотел бы озвучить официальные данные. Обратите внимание, официальные не придуманные, а официальные. Так вот, Национальный банк заявил и опубликовал свою отчетность, что по итогам 2017 года он понес убыток в размере 1.2 триллиона тенге. Думайтесь, 1.2 триллиона тенге. Если перевести его в доллары, это где-то 3.6 миллиардов долларов. 3.6 миллиардов долларов понес убытков Национальный банк страны. Вопрос, куда он эти деньги влил и где он их потерял? На самом деле, Национальный банк пишет отчетливо, что эти деньги были направлены на спасение банков страны. 3.6 миллиардов долларов. Но в реальности на спасение банковского сектора было потрачено в 2017 году более 10 миллиардов долларов. Из них 2.4 триллиона тенге. То есть, в два раза больше, чем то, что заявляет Национальный банк. Он заявляет 1.2 триллиона. Только в один коском было влито 2.4 триллиона тенге. Это порядка 8 миллиардов долларов. Эти деньги были списаны, потеряны. А затем, коском покупает кто? Зять Носултана Назарбаева, Тимур Кулебаев, покупать за 2 тенге. Представьте себе, банк номер один в стране, в который бюджет страны подарил 8 миллиардов долларов. Зять президента покупать за 2 тенге. На улице наши бездомные, которых нет ни жилья, они которые не знают, как будут жить через 2 часа, на какие средства. Уж они-то бы нашли эти 2 тенге и купили бы коском и стали бы миллиардерами. Тогда бы Назарбаев говорил бы, о, какую я крутую страну построил. Не только мои родственники, зятья такие богатые, гениальные и все прочее. Но даже вот видите, бомжи у нас миллиардерами становятся. Не страна, а чудо какое-то. Правильно? Но, увы, к сожалению, коском купил именно зять Назарбаева и официально показал по итогам 2017 года, что только за один год он разбогател на 2,2 миллиарда долларов. Вот такая жульничская операция, которая прошла на глазах у всей страны. А еще вы вспомните РБК 600 миллиардов тенге и другие банки. То есть, как вы понимаете, в 2017 году из бюджета страны по разным схемам, через национальный банк, через национальные компании, через бюджет страны, там способов, как залить в банковский сектор их много. Я это потом отдельно буду рассказывать. Минимум 10 миллиардов долларов в 2017 году закопали в банках Назарбаева. Потому что 90 процентов банков страны принадлежит на султану Назарбаеву. Вот, собственно, вопрос. А почему мы должны давать ему возможность как раз каждый год по 10 миллиардов долларов только через банковский сектор? А он, конечно, крадет и через другие схемы. Через промышленные активы, через нефтяные активы, через тарифы за энергию, за тепло. Там схем множество. Я буду их разоблачать, показывать. Сейчас я речь веду только о банковском секторе, где каждый год заливается 10 миллиардов, они бесследно пропадают. Потом люди бегают, пытаются свои деньги вытащить. Заливаются деньги из бюджета и опять семья богатеет на миллиарды долларов. Итак, у нас есть 10 миллиардов долларов на 2018 год. Уже середина 2018 года, то есть минимум 10 миллиардов можно уже закладывать на расходы. В этом году, с сентября этого года, 10 миллиардов долларов у нас хватит на все, абсолютно на все. Ну и в этой связи, когда я вам объясняю, где есть деньги, и мои оппоненты правительства пусть скажут, что их денег нет, как премьер-министр Бахчан Сагентайр. Когда в прошлом году мы вышли с программой повышения заработных плат учителям и преподавателям, правительство начало собирать заседания, говорить, что вот да, мы сейчас поднимем, будем платить им большие заработные платы, 300 тысяч тенге. А потом, где-то в феврале этого года, неожиданно Сагентайр выходит и говорит, денег нет. Круглосуточно, не смыкая глаз, мы работали, занимались мы вашими нуждами и заботами, и я рад сообщить вам итоги работы последних лет, результаты есть, просто денег нет. При том, что в прошлом году они заливали свои банки гигантскими средствами. Так вот, теперь я показываю, что деньги есть, и пусть правительство скажет, что их нет, я буду их разоблачать. Итак, куда мы планируем отправить средства? Сейчас речь идет о трех миллиардах долларов. Я в своем посте написал, что мы предлагаем делать. Первое. Мы 23 июня организуем митинг демократического выбора Казахстана с требованием бесплатного образования. Чтобы вы знали, ежегодно разные учебные заведения, как государственные, так и частные, получают от физических лиц платежи за образование, за продолжение обучения высших и средних учебных заведений сумму порядка 112 миллиардов тенге только высших учебных заведений. Это где-то 340 миллионов долларов. И часть еще уходит, платежей уходит в среднеспециальные учебные заведения. То есть максимальная сумма для того, чтобы, максимальная сумма, которую получают учебные заведения, около 500 миллионов долларов. В масштабах страны это мизерная сумма. Но в масштабах кармана каждого человека это просто нереально большая сумма. Ну, представьте себе. Возьмем учителя. Учитель получает в среднем около 100 тысяч тенге. И вот, если у него учится один ребенок в институте, ну, например, в Казахском государственном университете, нужно заплатить где-то около 800 тысяч тенге. Есть учебные заведения, где нужно платить 1 миллион 200 тысяч тенге, 2 миллиона тенге, 700-500 тысяч. Разные, ну, скажем, низкого рейтинга по нашему национальной системе расчета. Около 500 тысяч тенге, 300 тысяч тенге. Но более-менее средние, минимум, 800 тысяч тенге. И вот вопрос. Как учитель сможет оплатить учебу ребенка в размере 800 тысяч тенге в год? Не сможет. А если у него двое детей, тем более не сможет. И мы прекрасно знаем, что система грантов так построена, что очень много людей просто не получает возможность обучаться за счет грантов в наших высших учебных заведениях. Мы не можем, если заплатить, заплатить. Если у него нет, если у него нет, то он не учится. У него есть ночь. Он был один, он был один. Он был один. Он был один. Акша жил. Акша, ну, не будет. И наши люди вынуждены платить за образование своих детей. И конечно они работают на 2-3 работах, берут кредиты. 8 миллионов человек по разным оценкам получают кредиты под видом потребительских и все прочее и покрывают вот такие вот нужды. Представьте, больше 8 миллионов человек. Это половина страны просто завернута в кредиты. А если так говорить о взрослом населении, практически все взрослое население обложено кредитами, разными потребительскими, ипотечными и все прочее. В основном это потребительские кредитования. То есть это вообще не посильная ноша. И я хочу отметить, что в основном все учебные заведения страны, высшие учебные заведения страны, находятся в обладении ну султана Назарбаева под видом, через каких-то своих номиналов, подставных лиц. И вот фактически что получается. Вы получаете по 100 тысяч тенге максимум, при этом вы оплачиваете обучение детей, вы оплачиваете обучение детей в дошкольных учреждениях, доплачиваете. и ну это такая ужасная каббала. При том всем, что в стране денег много. При том всем, что члены семьи Назарбаева миллиардеры, его окружение все супермиллионеры. Денег в стране много. И такие простые проблемы, как обучение, люди вынуждены сами оплачивать. К примеру я скажу так. Германия образование бесплатно, Чехия бесплатно, Франция бесплатно, Италия бесплатно, Финляндия бесплатно, Швеция бесплатно, Норвегия бесплатно. Я могу вам огромное количество стран европейских привести в качестве примера, где образование бесплатно. Более того, вот вы, как иностранный гражданин, можете приехать в этой страны и получить бесплатное образование. Даже если вы не знаете языка, обучение местного языка доплачивает государство. Вдумайтесь, а ведь у нас же это было. Сейчас многие говорят, что бесплатно это плохое, но у нас всегда было бесплатное образование. Это последние, я не помню, я вынужден сейчас сказать, что сейчас точно проверить цифры. Это последние какие-то годы образование стало тотально фактически платным, но у нас всегда образование было бесплатное. Почему мы не можем это сделать, пусть будут частные организации, это не проблема, если люди хотят платить могут, не вопрос. Но почему государство взимает деньги с образования, когда это у нас было бесплатно? Во всех практически европейских странах образование бесплатное, а там даже где платное, оно просто по цене несопоставимо. Ну в России, например, я приведу пару, например, один какой-то Ульяновский университет, у него в год порядка тысячи долларов. То есть у него в 3-4 раза цена меньше, чем у наших учебных заведений. Притом, если говорить о соотношении, сколько платного процентов и сколько бесплатного, официальная статистика говорит, что в Казахстане 55% студентов платят за свое образование. В той самой России, соседней, платная часть не более 20%, во многих вузах это 10-15%, я в средней по России говорю. Но и размер платы в несколько раз меньше, чем в Казахстане. Вдумайтесь, доходы в нашей стране, у наших граждан чуть меньше, чем у россиян. Образование выше в несколько раз. Как такое может быть? Это все связано с тем, что система обучения построена таким образом, что семья Назарбаева имеет свои прямые интересы. И именно поэтому соотношение частного и государственного образования привело к тому, что частная доля 55%. При том, что у нас очень низкая заработная плата. В этой связи мы выдвигаем следующее требование. Образование должно быть бесплатным. Частные образовательные институты, пожалуйста, пусть существуют. Мы требуем, чтобы правительство выделило дополнительные суммы в размере 500 млн долларов безвозмездно в виде грантов. И эти суммы, эти гранты могут пойти как в государственные учебные учреждения, так и в частные. То есть, сам молодой человек, студент может выбирать, где ему учиться. В государственном учебном заведении или в частном. Для него нет разницы, потому что это оплачивается со стороны государства грантом специальным. Эти деньги приходят или в государственные учреждения, или в частные. Таким образом, мы развиваем как государственные учебные заведения, так и частные. И даем нашим молодым людям получить бесплатное высшее и среднеспециальное образование. Собственно, как во всех практически странах Европы, ну и в основном, если наши соседи взять, тоже в основном у них образование бесплатное. Это первое требование. То есть, мы требуем выделить 500 млн долларов из тех самых 3 млрд долларов дополнительных на получение высшего и среднеспециального образования бесплатно. Это первое требование. Второе требование. Это касается вопроса обеспечения жильем. По официальной статистике, в высших учебных заведениях якобы нуждается всего 17,5 тысяч человек в жилье, в общежитиях. Мы, конечно, понимаем, что это лживая статистика, потому что иногородних студентов только по официальной статистике 200-30000 человек. То есть, очевидно, что как минимум половина из них нуждается в жилье, как минимум. Поэтому мы не исходим из статистики, что нуждающихся 17,5 тысяч, а говорим, что нуждающихся минимум 100 тысяч человек. И наше требование второе. Мы говорим, что государство обязано выделить 30 тысяч тенге каждому студенту, каждому, который обучается в высших учебных заведениях, среднеспециальных, выделить 30 тысяч тенге для того, чтобы студент мог снять, объединившись со своими друзьями, знакомыми, жилье на рынке. Ну, например, в Алма-Ате можно снять двухкомнатную квартиру, ну, в зависимости от района, 60 до 100 тысяч тенге. Значит, 2-3 студента могут объединиться и снять квартиру в том или ином районе Алматы. Но 30 тысяч тенге, скажем, в других городах, Караганда или Шенкент, там, конечно, эта сумма по качеству выше, то есть там 2 человека могут объединиться, снять уже хорошую квартиру, даже 3-комнатную. Поэтому мы тогда, выделяя эти 30 тысяч тенге, кардинально решаем проблему жилья для студентов. И при этом обратите внимание, какая смешная цифра. Даже если считать, что нуждающихся в жилье, как я говорил, не 17,5 тысяч, а 100 тысяч, то, если считать, что студент учится в году 10 месяцев, то сумма компенсации для всего бюджета страны составит менее 100 миллионов долларов. Менее 100 миллионов долларов. Ну, представьте себе, ну, что это за деньги в масштабах бюджета страны, когда у страны свободно есть сейчас минимум резервных 10 миллиардов долларов, а реальности больше? Почему страна не может выделить студентам 100 миллионов долларов, чтобы они кардинально решили вопрос жилья? Чтобы они кардинально решили вопрос с минимальным проживанием стипендии? Я стипендии сейчас вернусь. Итак, второе требование. Мы требуем, чтобы государство выделило каждому студенту 30 тысяч тенге, каждому нуждающему студенту 30 тысяч тенге на аренду жилья в период обучения. Третье требование. Теперь я хотел бы его развернуть и объяснить по студентам, по их стипендиям. В среднеспециальных учебных заведениях студенты получают около 17 тысяч тенге стипендию. Но прожиточный минимум в полтора раза как минимум, только по официальным данным, выше этой цифры. То есть это сумма, но она смешная. А в высших учебных заведениях чуть менее 21 тысяч тенге. Это тоже ниже прожиточного минимума. То есть очевидно, что студент на эти деньги не прожить, вообще ничего не может сделать. Поэтому третье наше требование. Всем студентам среднеспециальных и высших учебных заведений выплачивать стипендию 50 тысяч тенге. Всем студентам, которые учатся в частных учебных заведениях и в государственных. И такая практика во всем мире есть, когда стипендию люди получают, молодые люди получают участие в частных учебных заведениях. Это задача государства. Государство размещает заказ на получение образованного специалиста после того, как он завершит учебу. Это субсидия, которая позволяет студенту обеспечить свои минимальные потребности. 50 тысяч тенге на них может только выжить кое-как. Поэтому эти минимальные цифры дают возможность студенту просто держаться на плаву. И соответственно наше требование выделить 50 тысяч тенге каждому учащемуся, находящемуся как в среднеспециальных учебных заведениях и высших учебных заведений. Тогда мы что имеем? Для студента пакет 30 тысяч тенге на аренду жилья, 50 тысяч тенге стипендий, чтобы он в принципе как-то выживал на эти деньги. На них можно выжить. Теперь смотрите, что получается. В этом случае государство может действительно требовать и ожидать, что мы ожидаем, что студент будет полноценно учиться весь учебный день. Весь. Не будет искать эту работу, пытаться подработать, не будет думать где найти жилье. Мы обеспечиваем две вещи. Жилье и минимальный уровень жизни. И это правильно. Тем более что денег в бюджете много. Свободных денег много. Еще я буду дальше как-то позже выступать, рассказывать, что в стране вообще достаточно денег, минимум 20-30 миллиардов долларов, которые лежат в разных структурах, разворовываются. И этих денег вообще на все хватит. На дорогу, на больницы, на оборону, на все абсолютно. Потому что, вы представьте, если только один член семьи, Тимур Кулебаев со своей женой, за один год разбогател на 2,2 миллиарда долларов только один. Понимаете? То понятно, что 20 миллиардов долларов болтаются где-то в разных углах и основная часть уходит членов семьи Назарбаева. Поэтому эти деньги, они лежат свободные. Итак, следующее требование, как я сказал, 50 тысяч тенге стипендий каждому студенту, который обучается в высших и средних учебных заведениях и обучается в том числе в частных учебных заведениях. Это одно из наших требований. Далее. Я сейчас хочу поднять важную тему. Важная тема заключается в следующем. Мы, когда озвучивали в прошлый раз тему бесплатного образования, мы не упомянули по поводу дошкольных детских учреждений. Так вот, многие, наверное, и не знают. У нас воспитателей дошкольных учреждений где-то около 90 тысяч человек. 97% из них имеют высшее образование. Они закончили педагогические институты. Обратите внимание, высшее педагогическое образование. 97% из них. Так вот, их заработная плата в пределах 30-40 тысяч тенге. Как можно на 30-40 тысяч тенге просто даже выжить? А эти люди, воспитатели, они управляют от 20 до 40 детей в зависимости от наполнения и в зависимости от размера детского сада. Они несут уголовную ответственность за здоровье этих детей. Эти маленькие дети ими управлять сложнее, чем семилетними, восьмилетними и так далее. Сложнее. Если наши учителя в среднем получают около 100 тысяч тенге, это вообще мизерная смешная зарплата. Воспитатели зарплаты 30-40 тысяч тенге. Как это вообще возможно? Кто это вообще придумал, понизить статус воспитателей относительно учителей в три раза? Вот представьте себе, вы отдаете своего маленького ребенка в эти дошкольные учреждения. Это тот самый период, когда закладываются основы любопытства и интерес к обучению. Это такой самый интересный период развития. Это беспокойные дети. Они как раз очень период травматизма очень высокий. И воспитатели получают всего 30-40 тысяч тенге. Это просто позор. Это позор в любом отношении. Даже в отношении, когда у нас якобы не было денег. Поэтому мы на этом митинге будем требовать, чтобы воспитатели по своему статусу были приравнены к учителям. Тоже так-так зарабатывали по такой же тарифной стетке. А учителя сейчас получают в среднем около 100 тысяч тенге. Наши требования учителям, преподавателям средних и высших специальных учебных заведений, чтобы им зарплату повысили в два раза. То есть если средняя зарплата 100 тысяч тенге, то в сентябре месяце заработная плата должна быть минимум 200 тысяч тенге. И это касается воспитателей. То есть воспитатели должны получать не 30-40 тысяч тенге, а также как и в среднем учителя по 200 тысяч тенге. И тогда будет выровнен статус учителей и воспитателей. Я на этой неделе и на следующей буду делать разные публикации, рассказывать о воспитателях, показывать их уровень оплаты труда, показывать там какие существуют проблемы. И да, я знаю, что не хватает государственных дошкольных учреждений, но у нас простой выход, простое предложение. Если правительство из тех средств выделит, часть перераспределит в частные учебные учреждения, то начнется бурное развитие и организация дошкольных учреждений в частном секторе. То есть мы видим, что если каждому родителю, который будет отдавать своих детей в частные дошкольные учреждения, выделить 100 тысяч тенге, то тогда эти деньги, часть денег уйдет в частный сектор, часть уйдет в государственный сектор. Сейчас и так около 800 тысяч детских мест, довольно большой процент приходится на частный сектор. Так вот, если родители будут в состоянии платить по 100 тысяч тенге за содержание своего ребенка в частных детских садах, то тогда будет быстрое развитие частных детских садов, дошкольных учреждений. И там заработная плата сейчас у воспитателей тоже существенно поднимется. Вот, и так, то есть мы будем на этом митинге требовать, чтобы в два раза подняли заработную плату учителей и преподавателей среднеспециальных и высших учебных заведений. Также, чтобы выровняли статус воспитателей с учителями и они тоже будут в среднем получать, как учителя, не менее 200 тысяч тенге. Теперь еще один важный момент. Важный момент заключается в том, что мы затрагиваем проблему еще питания, бесплатного питания. Год назад правительство отменило те субсидии, которые ранее выделялись на эту программу. Бесплатно питались дети первого и четвертого класса и их было 700 тысяч человек. Сейчас через местные бюджеты, как говорит статистика, якобы около 300 тысяч детей продолжают получать бесплатные обеды. Около 400 тысяч уже не получают. Поэтому мы сделали расчеты и видим, что мы можем обеспечить бесплатным обедом детей всех первой и четвертой класса. И что получается? Если я перечисляю все наши планы, выясняется, что на все эти цели потребуется менее 3 миллиардов долларов. И еще останутся средства, чтобы профинансировать техническое оснащение школ и высших учебных заведений. То есть купить компьютеры, обеспечить специально классы необходимым оборудованием и все прочее. То есть 3 миллиардов долларов хватит на все эти цели. Вдумайтесь. Всего 3 миллиарда долларов и меняется жизнь миллионов. То есть миллион студентов, нынешние, которые сейчас есть, получает возможность, если хорошо учатся, получать стипендию. Учителя, преподаватели, воспитатели, их около 500 тысяч человек, их заработная плата повышается в два раза. А у воспитателей в несколько раз больше. Мы обеспечиваем бесплатными обедами детей первых и четвертых классов. Мы решаем вопрос с жильем. Обеспечиваем всех тех, кто не имеет жилья и обучается в высших учебных и среднеспециальных учебных заведений, как иногородние. То есть целый комплекс проблем мы решаем и на все про все всего 3 миллиарда. А как я вам говорил, в наших руках находятся 10 миллиардов долларов свободных денежных средств. Таким образом, я сегодня показал, где взять деньги и показываю, что мы должны решить глобальную проблему, которая сейчас накопилась в системе вообще образования. Как высшего, среднеспециального, так и общего образования, среднего образования. Уважаемые родители, уважаемые студенты, этот режим никогда сам добровольно не будет решать эти проблемы. Как вы видите, если воспитателям платят 30-40 тысяч тенге, если не решает вопрос жилья для студентов, которое вообще для страны это вообще ничто, это меньше 100 миллионов долларов, вообще проблемы не будет. При этом бюджет страны лопается от денег. Вы понимаете, вы видите, если Назарбаев за 29 лет эти проблемы не решил, он не решит и сейчас. Но он решит их тогда, когда вы скажете нет. Нет всему этому, тому, что происходит. И потребуете, чтобы правительство отдало эти деньги, а не деньги эти вам принадлежат. Наши деньги, деньги народа, наши налоги. Самое интересное, что там еще много резервов. Это еще в той ситуации, когда наши нефтяники получают всего по 300-500 долларов. Как я ранее говорил, в мире нефтяники получают в среднем 10 тысяч долларов в месяц. Поэтому это только маленькая программа, часть глобальных наших инициатив, реализовав которые, мы кардинально изменим жизнь нашей страны. И при этом нет никаких чудес. Надо просто перекрыть каналы воровства. Надо просто потребовать, чтобы те деньги, которые сейчас есть, сейчас, чтобы мы направили на эти цели, надо объединиться, надо выйти на митинг и наваливаться на этот режим. И вы увидите, он шаг за шагом будет уступать и все изменится в этом году. Уважаемые студенты, вас 1 миллион. Но я призываю вас 23 числа задуматься о своем будущем, о своей текущей жизни. Потому что если вы сейчас будете молчать, вы так же, как ваши родители, ваши деды и бабушки, будете жить в нищей стране. Как 30 лет они жили в нищей стране при Назарбаеве, и вы так же будете продолжать жить нищими при его детях Дарье Назарбаеву, которому он хочет передать власть. Или, например, заберет власть Карим Масимов. Поэтому я призываю вас 23 июня прийти на митинг и потребовать от правительства свое. Требуйте свое. 23 июня. Митинг по всему Казахстану за бесплатное высшее и среднеспециальное образование. Надоело получать. Выходи и требуй свое. Ага, дорога. На сегодня я свой эфир завершаю. Савлунгдар. До встречи. В следующий раз мы будем обсуждать еще такие очень важные социальные темы. И будем вместе решать по проблему, как распределить оставшиеся 7 миллиардов из 10. Всего доброго. Савлунгдар.